Мы находимся в Троицком районе. Сегодня здесь в такой веселой обстановке проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. Сейчас мы пройдем внутрь и посмотрим, как проходит голосование. Музыка оглушает, а по факту никого. Столько представителей избирательной комиссии наблюдателей в Доме культуры Боровлянки сходу пугают. Последний день сегодня людей уже мало, потому что большую часть охватили за предыдущую неделю. Ну, редко, кто бывает, что отказывается от голосования. В основном все приходят в обычном нормальном настроении. Но с нами не обсуждают, по крайней мере, как они будут голосовать за или против. Как и в городе, сюда приходят в основном люди старшего возраста. И то те, кто не воспользовался мобильным пунктом голосования. Большая часть проголосовала вне помещения. Выезжали на дом. Члены комиссии принимали. Мы принимали здесь заявление, передавали им, и они выезжали лично к человеку. А когда к вам приходили на дом, вас не ознакомили с поправками, которые хотят внести? Нет. Просто отдали, я расписалась и галочку поставила. Все. Пока еще не сходила, может, вечером проголосую против. Я вот хочу такие поправки. Лес, вот именно лес. И загрязнили всю территорию грязью, бумагой, этими бутылками. Ну, вот это вот, за это можно голосовать. Ну, если в Конституцию уже выпустили, какое может быть голосование? Ну, книжка-то уже есть. Мы за что голосуем-то? За книжку, которую уже издали. А их соседка считает поправки в Конституции важными и нужными. Надежда Ивановна держит целое хозяйство. Корова, куры. Но всегда находит время для выборов. Говорит, это ее гражданский долг. Мы с мужем всегда принимаем голосование. Всегда ходим, всегда голосуем. Ну, как сказать-то, мы, можно сказать, власти своей верим, доверяем и ходим на все голосования. Ну, я сама медработник. Вот. Голосуем за права, чтобы медработники были. Вопрос выбора, который за эту неделю встал для всей страны, здесь тоже вызвал ажиотаж. В Боровлянке, где живет меньше тысячи человек, к середине проголосовало 70% жителей. Как будто выборы президента. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. Спасибо. Продолжение следует...